Добрый день! С вами Ольга Воженина. Сегодня 31 августа 2019 года. Вы все знаете, что я недавно закончила в своей квартире ремонт. У меня абсолютно новые все трубы. Причем они у меня дважды были поменены. Вначале поставили пластиковые, а потом самые дорогие, как самые прочные, самые стойкие. Так вот, под моей квартирой, как я вам уже говорила, начали делать ремонт. Гражданин Анатолий, который делает ремонт внизу под моей квартирой, настаивает на том, что я должна снова вскрывать свои стены и почему-то менять свои трубы. Давайте послушаем, что он про это скажет. Какие у него на это есть основания? Говорите. Трубы гниют в перекрытиях. Вы могли их заменить до пола. Там от пола еще будет сантиметр двадцать, а они сгнивают в перекрытиях. Вы себя видите? Сделайте так, чтобы вас было видно. Вот, вот, мне видно. А вы не понимаете, что они сгнивают в перекрытиях. Вы говорили, что у вас стояк хороший. Я вам показывал, какая труба у вас стояк водяной. Она никакая. А вы мне доказывали, вы повесили. У меня там все новое, и та труба, на которую вы смотрели, на ней стоит новый совершенно счетчик. Вы у меня собираетесь снять трубу со счетчиком? Смотрите, смотрите сюда. Какая у вас труба новая? У меня все новое. Я вам показывал. Вы мне не могли ничего показать, там все закрыто шкафчиком. Стояк водяной, холодная труба, стояк, когда идет с подвала. У вас гнилая, вся гнилая. И вы говорите, что она у вас новая, если она гнилая. У меня все новое. Она по всему стояку, с первого этажа до пятого. Гнилая. Я до себя заменил ее. А у вас она осталась гнилая. Вы себя видите? Я вижу себя. Так, все понятно, да? Это такой ганг-сталкинг подъездный. С вами была Ольга Важенина. Всего доброго. День всем. С вами Ольга Важенина. Сегодня 4 сентября 2019 года. Я продолжу рассказывать про мой подъездный сталкинг. В предыдущем ролике я показывала, вам как сосед снизу, либо нанятый им рабочий по имени Анатолий преследует меня. Я не могла спокойно не выйти из своей квартиры, не войти в нее. Он меня постоянно поджидал, начинал очень громко кричать и говорить, что я просто обязана впустить его в свою квартиру, для того, чтобы он поменял у меня стояки и трубы, находящиеся в межэтажном пространстве. Ну, я, конечно, провела исследование. Да, кстати, он мне угрожал. Угрожал полиции. Говорил, что он подал на меня заявление в полицию, что он подал на меня заявление в ЖЭК, что если, когда он закончит ремонт, прорвет трубу, то он обязательно подаст на меня в суд, и я буду оплачивать ему полностью весь ремонт, ну и так далее. В общем, он рассказывал много разных сказок. Сейчас я вам просто покажу, в каком состоянии у меня находятся эти объекты, на которые он посягал, которые он настаивал на том, чтобы я их сломала. Я вам сейчас покажу, а потом расскажу об исследовании, которое я провела. На случай, если вдруг кто-то из вас окажется в подобной ситуации, чтобы вы не пугались, не нервничали, чтобы вы уже приблизительно знали, что нужно делать. Так, вот. Вот это полотенцесушитель. Начинал он с него. Он говорил, что ему обязательно нужно поменять стояк на моем полотенцесушителе. Так, вот он. Вот, видите? Он у меня упрятан в стену, закрыт плиткой. И вот, как вы видите, совершенно невозможно к нему подобраться. Теперь дальше. Мой стояк с холодной водой. И канализационная труба находится вот здесь, вот за унитазом. Они, конечно, очень страшные, потому что старые. И я прикрыла их вот таким шкафчиком симпатично. Так вот, чтобы туда добраться, этот шкафчик нужно просто сломать. Так, все, да? Теперь я расскажу вам об исследовании, которое я провела. Самое, пожалуй, главное, это то, что за стояки с холодной водой и за трубы, которые находятся в межэтажном пространстве, за них отвечает домовой комитет. То есть управляющая компания, которой вы платите деньги каждый месяц на капитальный ремонт. Фактически, вот эти объекты, они не находятся в собственности квартиросъемщика или квартировладельца. То есть я за них не отвечаю. Вы меня понимаете, да? Что если что-то произойдет, какая-нибудь аварийная ситуация, если вдруг потечет вода и лопнет стояк с холодной водой или трубы в межтрубном пространстве, то я должна буду просто вызвать аварийную службу, обратившись в свою управляющую компанию. Они приедут и тут же все устранят. Но в том случае, если вы впускаете в свой дом, допустим, соседа, который сам по своей собственной инициативе, по своему собственному желанию, убеждая вас в том, что он делает это бесплатно, меняет вам стояки на новые и входит в нежитазное пространство, меняет там трубы, то отвечать после вот этого действия вот за это будете уже вы. И уже вы будете нести ответственность, если, допустим, стояк с холодной водой протечет или если протечет межтрубное пространство. То есть, пока вы никого не впускаете в эту часть своей жизни, скажем так, за это отвечают совершенно другие люди. Как только ваш сосед, делающий капитальный ремонт, вошел в ваш дом и по своей инициативе все это вам поменял, все, он не отвечает, потому что это вы впустили его в свою собственность. Вот. Вот такие вот выводы я сделала. Это заняло у меня несколько дней. Я была, конечно, на приеме в управляющей компании, я была на приеме у юристов, у адвокатов. Все в один голос твердили, что он ведет себя неправомерно. У него не может быть к вам никаких претензий. В случае, если он еще раз будет какие-то претензии вам предъявлять, вы ему просто скажите, покажите мне бумагу, в которой написано, что я обязана впустить вас в свой дом для того, чтобы вы поменяли у меня стояки с холодной водой и трубы в межтрубном пространстве. Вот такие дела. Я думаю, что вы меня поняли. Есть еще такой момент, называется гражданское страхование. Это когда вы покупаете полис страховой, в котором указано, что если вы вдруг случайно залили водой своего соседа снизу, то отвечать за это уже будет страховая компания, с которой вы заключили договор. То есть вы этим действием снимаете с себя ответственностью. Но та же страховая компания мне сказала, что мы не видим необходимости заключать с вами вот такой договор. Потому что то, о чем вы рассказали, это не ваша ответственность юридическая и гражданская. Это не ваша ответственность. Это ответственность вашей управляющей компании. То, что в вашей ответственности, то есть все трубы свои вы уже поменяли во время капитального ремонта. То, что вы не поменяли, вы не имели права поменять. Вот такие дела. Все оказалось простым, совершенно несложным. Но, конечно, нервы они мне помотали прилично, криком и различными неправомерными действиями. Но думаю, что я этим роликом вам помогла. Теперь, если вы окажетесь в такой ситуации, или сами, или кто-то из ваших близких, даже если ваша квартира не после капитального ремонта, даже если просто ваши соседи, допустим, снизу или сверху затеяли капитальный ремонт, и уверяют вас, что вы должны поменять стояки и трубы в межэтажном пространстве, и они сделают это вам совершенно бесплатно, не ведитесь на эту уловку. Потому что потом отвечать придется за все вам. Так, ну вот. Ну и поскольку у нас выборы на носу, еще пару слов об этом. Всем советую идти на выборы и постараться так, чтобы никто из ваших знакомых, из ваших близких не проголосовал за кандидатов от Единой России. Это партия, поддерживающая президента. А вы видите, до чего этот гражданин довел страну за 20 лет. Вы видите, что тушить лесные пожары это последняя катастрофа, которую он не желает урегулировать в стране. Ему нерентабельно, ему рентабельно дарить миллионы и миллиарды различным странам, Монголии, Китаю, ну и так далее. Об этом даже не хочется говорить. Не хочется говорить о том, что все абсолютно развалено, все отрасли развалены. В общем так, постарайтесь, приложите какие-то усилия, поговорите с вашими родственниками, с вашими знакомыми, чтобы никто из них не проголосовал за кандидатов от Единой России. Вот и все на сегодня. Желаю вам всем хорошего дня, хорошей жизни. Да, еще секунда. Тем, кто страдает от пси-террора, так же, как и я, говорю, что пси-террор всегда значительно усиливается перед любыми выборами, потому что на выборы обычно выделяют деньги, и эти деньги частично расходуют на гангсталкинг и дополнительные экзекуции. Об этом я рассказывала в своем ролике «Как попадают в лапы психотронной мафии». Когда я звонила по этому телефону, искала себе подработку, то я как раз на них выходила, я об этом рассказывала вам. Но когда задала такой вопрос, следить за людьми, это же вообще, это дело полиции, как вообще можно этим заниматься? Мне на том конце провода ответили, ну, это связано с выборами. Так что вы меня понимаете, что вот это усиление пси-террора, усиление воздействия, то, что ваша жизнь стала в этот момент еще невыносимой, это все. Предвыборная кампания. Дождите немножко, вот закончатся выборы, и количество гангсталкеров и пси-палачей скорее всего слегка уменьшится. Вот теперь всего вам доброго. До следующей встречи.